Всем привет, меня зовут Борожан, учитель биологии. Сегодня мы с вами будем сравнивать строение клеток растений и животных. Во-первых, то есть что растение, что животное относится к эукаротическим организмам, поэтому их клетки имеют очень много общего, но имеются соответственно же уникальные свойства. Во-первых, опять же, начнем с четырех основных компонентов любой живой клетки. То есть первое, это у нас физический барьер между внешней средой и внутренней средой, это у нас клеточная мембрана, внутри которой будет находиться жидкость, содержащая клеточные органоиды, это у нас цитоплазма. Так как что растение, что животное относится к эукариотам, поэтому у них обязательно будет ядро, которое содержит ДНК, соответственно, отвечает за хранение и передачу наследственной информации. Внутри ядра у нас обязательно будет также ядрышко, где происходит сборка новых рипосомальных субъединиц. То есть получается тоже обязательный элемент любой живой клетки, это у нас рипосомы. То есть и у эукариот рипосомы могут быть свободные в цитоплазме, либо же находиться на поверхности эндоплазматического ретикума. То есть это у нас также общий элемент, что для клеток животных, что для клеток растений. То есть шероховатый эндоплазматический ретикум. На той части, где нет рипосом и непластинчатое строение, где происходит синтез липидов, углеводов и детоксификация. У нас это гладкий эндоплазматический ретикум, также имеется в обоих типах клеток. И тоже часть мембранной системы, то есть внутренней мембранной системы клеток, это у нас аппарат Гольджи, который отвечает за модификацию белков и липидов. Далее другой компонент, который общий для клеток растений и животных, это визиклы, которые отделяются от аппарата Гольджи. Они могут быть как транспортные, так и секреторные и представляют собой мембранные пузырьки. Некоторые из этих визикул могут нести пищеварительные ферменты, это у нас лизосомы, имеются что у растений, что и у животных и выполняют функцию, например, аутофагии. То есть при, скажем, старении клеток необходимо старые органеллы уничтожить, это используется, то есть выполняется с помощью лизосом. Также другой элемент, характерный для всех эукариот, это у нас митохондрии, необходимые для аэробного клеточного дыхания. То есть именно здесь используется кислород для синтеза АТФ с целью получения энергии из органических молекул. Так, то есть это все основные общие элементы, которые имеются у клеток растений, у клеток животных. Уникальными, да, то есть частично уникальными свойствами, например, у животных имеется обязательно центриоли. Ну, центросома, где находится центриоли, да, то есть необходимая для создания волокон цитоскелета и для клеточного деления у высших растений, то есть это мы говорим о покрытосеменных и голосеменных, у них центриоли не наблюдается, но у низших растений они все-таки есть, такие как у мхи, некоторых папоротниковых. Также уникальным свойством для клеток растений, во-первых, это наличие клеточной стенки, то есть у клеток животных клеточной стенки вообще нет, то есть это единственное уникальное как бы царство в живых организмах, у которых клеточных стенок не наблюдается. Плюс у растений также имеется в цитоплазме центральная эвакуоль, необходимая для поддержания водного баланса, да, то есть и запасание некоторых веществ внутри растительных клеток, и также имеется уникальный тип двухмембранных органоидов, это пластиды. Притом пластиды у нас могут быть как, то есть иметь фотосинтетические пигменты, то есть это у нас хлоропласты, либо же выполнять, например, скажем, содержать различные красители, да, то есть вроде хромопластов, либо же выполнять функцию запасания веществ, то есть, например, амилопласты и лейкопласты. То есть в зависимости от типа растительной клетки, то есть какой ткани она относится, какую функцию выполняет в организме растение, соответственно, то есть получается такой тип пластид мы можем наблюдать. То есть это все основные элементы, которые имеются в клетках животных и растений, да, то есть и основные отличия, получается, у клеток растений, да, то есть за счет того, что имеется прочная, да, то есть клеточная стенка, она, соответственно, придает ей, то есть выполняет форму каркаса, в то время как у животных клеток за, то есть размер и форму клетки отвечает внутренний цитоскелет больше, да, при том клетки животных, они легко могут менять свою, как бы форму, в то время как клеточные стенки у клеток растений, они ограничат их размер и форму. Плюс, да, то есть растения, большинство растений, ну, то есть все растения здесь, они относятся к автотрофам, да, то есть за счет того, что они имеют хлоропласт, они могут фотосинтезировать, в то время как все животные, они относятся к гетеротрофам, то есть питаются готовой органикой, то есть и, например, скажем, способны к фагоцитозу, да, то есть и поглощению там и расщеплению различных крупных объектов. В принципе, сегодня мы с вами рассмотрели строение клеток растений и животных, какие общие элементы у них имеются и какие отличия. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь до следующего видеоурока. Всем пока!